ну пацаны сейчас сделаем черненько или вот так у наклеим как у санька diablo все кипаса так народ всем привет и пацаны всем здорова короче я решил просто выехать на урале знаете не просто выехать а поехать короче и сделать сделать короче страховочку в общем пацаны всем привет ребята кипаса как сказал бы саня diablo отдельный привет диаболому старшему это дядя витя отец санька дядя витя вам привет огромный от меня все от любой давайте как говорится держитесь там мы санька помним вот а сегодня друзья я хочу поехать и застраховать мотоцикл свой мотоцикл урал у меня маленечко чуть-чуть поменялись планы на этот мотик до лучшую сторону ребят в лучшую сторону я думаю что скоро вы все узнаете вот скоро вы все узнаете что будет с этим мотоциклом дальше он также остается у меня вот и сейчас я еду пацаны на заправку бензина у меня совсем чуть-чуть ехал ехал я смотрю заправка есть думы дай-ка доеду до следующей заправки вот думаю хватит думаю может быть но я все-таки думаю ребята хватит мне бензина на девятой паре мотик прет конечно скажем так ну то что я на нем вообще целое лето не ездил и целую весну последний раз я катался на урале восьмого мая по моему восьмого или девятого мая да мы ездили искать железо металл короче с пацанами вот те кто смотрит саня паук дания димон дмитрий порыгин пацаны всем привет вам вот так что еще наверное может быть съездим посмотрим как говорится судьба повернется да вот друзья наверное я должен все-таки доехать до заправочки по-другому никак бензина плеснул литра наверное три может быть а вот отсюда ты не видно его когда едешь хотя вижу вижу прям чуть-чуть осталось на донышке скажем так стараюсь сильно не ускоряться как бы 80 ребята для урала 80 по факту девятая пара сейчас по папу скорость где-то 90 это прям сто процентов даже 95 где-то может быть максимум 95 вот потому что здесь привод идет от коробки передач и когда ставишь другой редуктор в принципе скорость ну показания неизменные а скорость изменная но если что можно будет затестить кому интересно под gps я думаю эти видео уже наверное куча но если от меня я уже тестил вот весной но это было очень давно я уже не помню примерно 10-15 мы прибавка скорости и плюс экономичность и уже движок не ревет я уже еду спокойно но если как мото санча конечно десятую поставил с люлькой это уже борщ это уже очень много на улице сегодня плюс 12 погодка радует вот покойка шикардос правда ветерочек дует конечно ну чё поделать осень на то она и 8 сегодня ребята 1 1 ноября друзья всех с праздником с 1 ноября с началом месяца всем привет еще раз ребята с вами пилот 1000рр короче сегодня погодка вообще супер вот плюс 12 но на солнце я думаю поболее вот сейчас еду решил маленько встать не знаю после после долгого простоя мотоцикл не тянет так как ехал раньше он что-то ему что-то вот что-то не хватает то ли он греется то ли он перегревается ему в общем что-то не хватает ребята наклеил наклеечку как вам цены зацените мой байк мои правила ну в тему да так надо кстати номер открыть там гайцы стоят видите как закрываю номер вот от гайцов ну вообще от камер а чё ребят блин у нас только камер вы бы знали пока доедешь вообще можно столько заполучить штрафов это просто что-то с чем-то в общем всем хорошего настроения ребята всем как говорится приятного просмотра кому интересно вот такой мотик урал поехали дальше о друзья все-таки блин погодка такая знаете сухая без грязи мотик у меня отмыт и чистые смотрите вы просто посмотрите он чистый отмыт и обработанный мобилем вот из сапуна летит конечно маленькая вот этот конденсат конденсат потому что он стоял очень очень долго просто очень долго я указана заводил раз в месяц да он стоял просто очень долго все лето о бензо может быть даже и хватит дата от нефти заправляют на так нефти они на рост нефти на так нефти бензин как бы не обманывают льют такое количество нормальная а на рост нефти обманывают блин постоянно о пацаны и рыбаки рыбаки красавчики рыбачит рыбалка это круто ребята рыбалка это всегда круто вот мотик маленько постоял и поехал как как этот как новенький скажем так как свеженький все-таки маленечко греется хотя смесь у меня нормальная даже чуть-чуть обогащенная но все-таки маленечко греется почему надо купить пирометр чтобы замерить температуру пирометром и тогда все будет четенько и известненько там могут быть гибдд если гибдд есть это печальность они меня конечно остановит а вроде гибдд нету вообще прям по красоте гаишников на трассе нету потому что все ребята все мы знаем я всем уже говорил неоднократно то что у нас гаишники к мотоциклистам как бы ну те мотоциклистам кто гоняет да на спортбайках как бы они их вообще не видит о них не замечают скажем так который ездит на катается на скажем так на альфах на уралах на и жаках да там на восходах и так прочее и т.д. и тому подобное они их дерут по полной программе много даже забрать мотик вот представляете вообще блин такая вообще прям жесть можно сказать ребята и так как говорится молодежь вымирает блин сидят за компами играют вообще а тут такое удовольствие кататься на мотоцикле природа ветер как говорится свежий ветер блин такой кайф и они вот это все да вообще ребят не хочу об этом говорить это просто жесть какая-то в общем едем делать страховку пацаны сегодня у нас первое число я не знаю что там будет как говорится вообще какая-то обстановочка юар коды и т.д. и т.п. я это не знаю так-то уральчик прет самое главное что фонд поддерживает оптимальную температуру двигать температуру двигателя ребят и тогда он едет нормально да так нефти я доеду до заправки а там залью бензина на рост нефти не буду лить друзья обманывают здесь очень сильно и бензин такой себе такое себе удовольствие здесь качество вообще ни о чем в принципе я обгоняю фуры даже можно сказать догоняю сзади уже поджимает час подожди ты чё ты не видишь я на мотике еду вот в зеркало куда меня он прям поджимает что это вообще такой это парень на двинарике шустрый конечно чего у меня уральчик были в чё ты хочешь у меня здесь чуть гипер ускорения нет у меня здесь ускорение не гипер ребята все равно ребят если кто-то ездить на урале или катается ну как бы по трассе да на какие-то расстояния именно по трассе почему вот у меня я блин как говорится дышу вот этими выхлопными газами угарными газами вот это как-то он завихряется что ли в воздух постоянно как-то вот ими дышишь вот вообще хоть на одиночке хоть с люлькой постоянно дышишь выхлопными газами вот это вот мне единственное что не нравится на урале не свежий воздух а вот постоянно какие-то вот эти завихрения выхлопных газов вот это огромнейший минус он вроде бы у меня не дымит но чуть-чуть подымливает один цилиндр и все это огромный минус блин и 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 увидели ребята две камеры стоят целых две штуки печаль педа тоска я без перчаток перчатки я взял но я сейчас без перчаток кайфую руки чтоб не жарились пока горит зелененький должен успеть девять секунд нормально вот она заправочка ребята родная заправка скажем так представляете да конечно неприятный вот этот вот фактор когда едешь на урале вот постоянно какие-то завихрения воздухом ты дышишь выхлопными газами огромный минус прям огромный минус не нравится мне вот это вот глушитель и вроде бы вообще другой почему так странно мы займемся же хватит хватит чем идемте здрасте не 92 сделайте до полного на вторую меня там не зайдет нету нету видео в интернете то что когда заходит мотоциклиста они требуют надеть маску снять шлем и надеть маску ну ладно хоть здесь такого нет а синий же пистолет что-то я вообще другой взял давай братуха обновляйся ну включайте чего там ну и бензин где бензин чего не включили что ли мне что заходит а что такое то жмите жмите чего там блин что за херня то блин нету бензо ну что там воздух залили это чё прикол какой-то другую пистолет евро шесть поле но нет бензина е-мое вот наконец-то на евро шесть меня раскрутили которую цена за литр сорок шесть ну ладно че там плюс минус все равно одинаковые здесь бенз просто переплачивать не хочется вот и все все равно и Вот и всё. Полный бак. Так, ребята. Спасибо. До свидания. Так, ну наконец-то. Что-то я замучился по времени, пацаны, ждать. У меня правый карп текёт. Смотрите, какая лужа. И бензин кипит. Ладно, пока на закрытом кранике поедем. Правый карбюратор текёт, пацаны. Вот эти вот резиночки на иголочку вот эту, на запорную, они так быстро растворяются, я не знаю, на месяц не хватает. То ли такие у нас продают. Вообще. Я уже вырезал из мембраны карбюратора. Там какая-то мембрана. И то она тоже подтекает, конечно, когда стоит мотик. Вот, сейчас на закрытом кранике, ребята, едут. Продолжение следует...